Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстана в Российской Федерации Дауреном Абаевым. Делегация Казахстана работала накануне на Алтае, обсудили актуальные вопросы взаимодействия. Глава региона отметил, что Алтайский край и Казахстан связывают прочное многолетнее сотрудничество. Алтайский участок российско-казахстанской границы более 800 километров, второй по протяженности после Оренбургского. Такое расположение изначально настраивает на добрососедские взаимоотношения, которые к тому же экономически выгодны для обеих сторон. Сегодня в структуре всего внешнеторгового оборота, сегодня это наш самый главный партнер. Первое место занимает по доле, это в целом почти 36%. Если все перевести в деньги, одинаково и все посчитать. А если говорить про объем торговли со странами ЕАЭС, то это более 80%. Экспорт Алтайского края в Казахстан сегодня это такая большая наборка самых разных позиций. Почти 20% от общего объема того, что мы поставляем в республику, конечно, это маслячные семена, пшеница, ячмень. Первое место республика в структуре экспорта наших машиностроителей занимает. Алтайское сельхозмашиностроение сегодня это один из лидеров в стране. Из Казахстана на Алтай везут многое. От проката железа и изделий из алюминия, до овощей, фруктов и конфет. Активно развиваются гуманитарные связи. Вузы Алтайского края готовят кадры для экономики и социальной сферы республики. Даурен Абаев отметил, что потенциал сотрудничества Казахстана и России неисчерпаем. Взаимодействие с Алтайским краем для республики имеет большое значение. Для северо-восточного макролегиона Казахстана, безусловно, Алтайский край играет большую роль, большое значение. И у нас, вы правильно отметили, исторически сложилось теплое взаимоотношение не только в плане бизнеса, какой-то промышленной кооперации, товары. Ну и в человеческом отношении, это самое главное, тысячи и тысячи, как я всегда говорю, человеческих капилляров жизни, которые как раз и наша граница нас должна не разъединять, а наша граница должна нас объединять. Виктор Томенко выразил уверенность в том, что с каждым годом все больше будет проводиться совместных мероприятий, экономические, культурные связи будут укрепляться.